меня слышно слышно она хорошо слышно и мы все очень причины тем что ты зашла к нам я извиняюсь немножко за голос потому что действительно утро секунду сейчас я только сделаю share screen идет все есть да тогда я вкратце опять же попробую объяснить что было у нас в этом году опять же год был очень очень интересный для нас потому что все наши фантазии все наши идеи которые были в течение многих-многих лет и мы их не до них не дотрагивались в конце концов мы были способны проверить их пойти дальше и для для квантов то есть для для людей которые занимаются анализом трейдинга анализом рынков анализ в экономике это просто такой как бы именно ресерчевский именно это очень большой фан это очень большое удовольствие быть способными целый год заниматься тем что нам нравится значит что мы поставили себе какую цель мы поставили себе цель предикт волатилити то есть выяснить предсказать как будет волатильность когда предсказать волатильность используя фундаментальные элементы для того чтобы улучшить наши технические алгоритмы и чтобы наши модели работали без проблем в разных рынках то есть они не останавливались и не переставали работать при разных ситуациях в разных рынках это была основная цель дальше я объясняю что те фонды которые пришли компанию были распределены в основном на алексей ты можешь мне помогать на зарплаты да 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 на зарплаты было много разных других граф расхода понемножку связанных с оплатой этой команды и что интересно чтобы установку проверили что у нас было в течение года все команды были по более не менее распределены ровно по бюджету то есть каждая команда по три-четыре человека работала над своей частью все шли параллельно все все развитие всех проектов шли параллельно и как вы видите опять же нет какой-то команды которая отъела большой кусок значит с точки зрения родмэпа родмэп у нас начался как было запланировано это для всех проектов обычно так и идет то есть мы запланировали будет начнем краудфандинг краудфандинг вы знаете немножечко сдвинулся срок в сроках потом мы выпустили white paper разработали внутреннюю систему для искусственного интеллекта вышли с внутренним форексов да а вот потом вещи затормозились и я сейчас расскажу почему и что мы сделали для того чтобы встать обратно на рельсы нашего планирования значит самый главный вывод из роудмэпа что мы решили сдвинуть немножко выход альфы да если потому что опять же объясню почему и передвинуть выход из комодитис литер дитевс на после выхода альф самое главное что у нас произошло нас были команды которые были определены для этого проекта как главные целевые команды которые как так скажем бежали бежали каждый по своей линии и разрабатывали свои продукты и все они вот в течение года в принципе выполнили свои задачи кроме одной команды команда которая добывала для скатер делала collection data она достаточно рано пришла к нам и сказала смотрите то что мы ожидали что мы получим мы не получили собирала данные да да то есть мы те данные которые были должны быть собраны по проекту и мы пошли в принципе по хорошим дорогим источникам по блумбергу по reuters subscription у нас есть subscription из многих других это других сервисов таких и нам сказали что смотрите те данные которые вы ищете а мы искали данные очень такие как бы рода то есть данные не обработанные а именно информационные про например consumption и production то есть например сколько было создано какого-то металла сколько было его перевезено и так далее так далее мы поняли что подобную информацию мы не получим то есть мы можем ее получить либо с задержкой три месяца шесть месяцев либо уже с с совсем тяжелым ошибкой внутри данных то есть такие данные не получать теперь можно их получить и в принципе компании их получают но тогда мы не можем получить их по всем разным ресурсам которые мы ищем то есть на каждого ресурса нужно будет углубиться искать где получить точно эти данные где получить это и это не проект который мы можем закончить за полтора года это проект который может закончить за пять лет которому нужно совершенно другие ресурсы поэтому мы решили так что так как цель была собрать по всем возможным ресурсам мира достаточные данные, чтобы построить систему, которая сможет посмотреть, как ресурс переходит, как деньги от ресурса переходят из одной страны в другую, внутри страны и так далее, то мы решили сойти с идеи взять действительно настоящий, как сказать, рог, то есть такие необработанные данные, и решили подняться все-таки на уровень уже более обработанных данных. А тем более сейчас же год пандемии, данные все спутаны, цепочки поставок всенаручных. Да, все, все. Ну, кстати, цепочки, то, что они спутаны, это как раз помогает. То есть это как раз помогает, что доставка стала другой, и доставка задерживается, это как раз влияет. Мы как раз это и хотели знать, но мы хотели это знать по всем ресурсам и вовремя. И оказалось, чтобы знать по всем ресурсам и вовремя, это действительно работа не одного года. Вот, опять же, все можно сделать, вопрос, сколько возьмет на это времени, и придем ли мы к тому результату, который мы ищем. Мы же не проект государственный, который просто пытается как-то исследовать что-то, мы же хотим результат принести. Поэтому, если объяснить это на нашей road map, то есть как мы хотели разработать этот проект, то у нас были разные данные, которые мы собирали. Мы их, в принципе, собрали. Кроме одной, кроме money map. Да, вот сейчас я спущусь, чтобы было здесь видно. Вот этот money map мы не смогли сделать. То есть показать, как ресурсы один переливается в другой на очень таком необработанном уровне, мы поняли, что мы в этом проекте это не сможем сделать. И тогда мы посидели над этой системой и решили, что нам нужно изменить, чтобы мы все-таки в течение этих полутора года принесли ту, как бы дошли до той цели, которую мы себе поставили. И тогда мы решили, что нам нужно изменить два элемента. Нам нужно заменить нашу road data на какой-то более обработанный уровень информации, как экономические индикаторы. То есть экономические индикаторы, они выдаются все-таки, пусть они не до конца идеально точные, но они выдаются на уровне месяца, они выдаются на уровне недели некоторые. И из них уже создать свои экономические индикаторы, которые будут нам объяснять то, что мы хотим. Но тогда мы поняли, что мы не можем предсказывать raw volatility, то есть мы не можем предсказывать просто волатильность. Нам нужно предсказывать нечто, что называется market state, то есть волатильность и направление рынка. Потому что это то, что нам поможет справиться с ошибкой того, что мы не идем на такие данные необработанные, это нам поможет справиться с этой ошибкой. Значит, что такое market state? Это просто мы берем с одной стороны такую матрицу, куда идет рынок, да, это наша сторона вот тренда, да, что она идет либо наверх, либо стоит на месте, либо идет вниз, а с другой стороны движение, с каким шумом он идет и с какой волатильностью. И получается, что у нас есть разные типы, 9 типов рынка. И мы, в принципе, можем с помощью экономики подсказать себе, где мы находимся, в каком типе рынка мы должны находиться. Теперь уйдем в простую вот систему, да, то есть как это все работает. Мы предсказываем экономию, да, теперь опять же не предсказываем ни в коем случае. Мы определяем ситуацию в экономии, да, с помощью экономических индикаторов. То есть предсказать всегда тяжелее. Посмотреть и определить, что происходит, всегда легче. Вот мы определяем для себя экономию с помощью экономических индикаторов. Потом говорим экономический стейт, что сейчас происходит. Например, сейчас происходит ситуация вот с реал-эстейтом там, в Америке. Их суды уже задержаны, это задержано, это задержано, это задержано. Включаем еще разную информацию о задержках, потому что есть инерция разных игроков. Есть у нас технические функции, на которые мы смотрим. Это все делается с помощью как раз искусственного интеллекта и моделирования. И мы получаем себе market state. Например, что уже, да, началась рецессия цен, о, наоборот, еще держатся, цены идут наверх и так далее. И мы получаем market state. То есть из экономического состояния, да? Да, мы получаем финансовое, да. Из экономического мы получаем финансовое. Опять же, звучит очень глобально, по-настоящему не так все сложно. Да, то есть у нас уже в последние месяцы у нас уже эта система начала работать. И получается не так уж все это. С одной стороны, с другой стороны, я вам скажу, что мы исследовали все мировые источники подобных исследований, да. И там еще действительно очень много вопросов и проблем. Поэтому мы надеемся, что в следующем году мы выйдем с некоторыми статьями и некоторыми объяснениями, которые помогут и другим там институтам, и университетам, и организациям понять вот эти связки. Значит, с точки зрения, зачем это нам все надо, за тем, что технический анализ плюс market state дает намного лучше системы, чем просто технический анализ. Например, как только начинается очень сильное падение, то наши модели работают по-другому, чем модели, которые работают на рынках, которые поднимаются. Меняются сами паттерны внутри рынка, меняется само поведение игроков внутри рынка. Поэтому как только мы знаем, что, например, рынок обваливается, то внутри рынка надо играть немножко по-другому. Если мы видим, что рынок, например, находится в полной стабильной ситуации, как вот сейчас было в последнее время, где наши системы проиграли, то, опять же, с знанием market state мы просто переводим системы на другие паттерны. Мы включаем другие системы более интенсивно. Вот я хочу показать результаты, которые мы добились уже с новыми этими. Теперь нужно обязательно подчеркнуть. Мы еще не включили крипту на новую ситуацию. То есть мы потихонечку теперь включаем, потому что мы как бы модели, тестирование, все замечательно, но мы потихоньку решаем, какой алгоритм заменить на какой алгоритм. То есть, грубо говоря, мы пока еще действуем по старым алгоритмам в крипте. Мы пока ставим, да. Мы в крипте сейчас потихоньку, вот в январе, начинаем уже подменять алгоритмы на новые. Но это процесс, потому что нужно решить, какой из 50 алгоритмов у нас самый слабый, какие алгоритмы стоят. То есть, тоже слишком вот так вот быстро менять из-за ресерча, нужно быть аккуратным. То есть, опять же, вся система, включая нас, должна обучиться, как смотреть на это все, как реагировать. Самое главное, как реагировать, потому что сейчас мы знаем, что нужно делать, какая дисциплина действительно на ситуации на рынке. Как только мы вставим уже новую систему, то нужна новая система реакции. Все-таки у нас есть очень большой мониторинг-деск, который за всем следит, который ответственный за все выполнения всех ордеров. Там сидит около 20 человек на разных элементах. То есть, это как бы, опять же, мы организация, мы не только исследовательская организация, но у нас есть и экзекюшен, у нас есть и много разных других элементов, которые должны вот теперь синхронизироваться с новым подходом. Значит, что у нас происходит? С Форексом. С Форекс, как мы, вот я уже рассказывала в Дубае, нам очень важен, потому что это традиционный рынок. И традиционный рынок – это как бы наш такой оплот для ситуации, когда вдруг что-то на крипте может произойти. Там регуляция, какие-то проблемы, которые могут произойти на крипте, и нам нужен будет план B. Поэтому для нас Форекс – это очень важный рынок. Но, с другой стороны, он рынок, как бы, скажем так, наш в некотором смысле любимый, потому что в нем есть и традиционность, с одной стороны, да, то есть он такой достаточно стабильный с точки зрения паттернов и результативности. С другой стороны, он огромный. И мы не боимся, что нам не хватит там ликвидности, то есть возможности выполнить ордеры. С третьей стороны, он, там можно играть как на минутках, так и на секундах, так и на часах, и так и на днях. И это дает возможность вот этой диверсификации и улучшения результативности на уровне там дня, недели, месяца и так далее. На, все-таки на рынках, как крипта, мы очень, у нас время, оно сжатое. То есть то, что происходит за месяц, скажем так, за год, скажем так, то, что происходит за три года на Форексы, происходит за почти полгода на крипте. Поэтому, так как у нас время такое сжатое, то у нас получается и вот эта проблематичность с тем, что мы не можем, мы ждем месяц, мы вот его ждем. А тут у нас все растянутое, и внутри него есть еще вот эти секунды, и минуты, и так далее, и так далее. Поэтому на Форексе все происходит намного более организованно. Но там есть лаверидж, который нам позволяет делать все, что мы хотим. Поэтому вот если подытожить, то если на крипте мы относительно сейчас еще ограничены тем, что рынок молодой, да, то на Форексе у нас есть очень много возможностей, как с точки зрения разных ассетов, так и с точки зрения разных алгоритмов, так и с точки зрения разных таймфреймов. Вот четыре примера, которые я хочу привести. Анна, прости, пожалуйста, еще я тебя чуть-чуть прерву. Но Форекса многие боятся, потому что на нем обожглись, там же куча мошенников. Да, значит так, смотрите, Форекс очень жестокий рынок. Почему? Потому что действительно на очень раннем этапе вошли мошенники. В чем заключается мошенничество? Это нужно объяснить. Когда брокер позволяет вам трейдовать и сам является биржей, то у него есть очень много возможностей обманывать. Как он обманывает? Он обманывает... Ему нужно... Дело в том, что он играет против вас. Все проигрыши, которые создаются клиентами, оказываются в его кармане. Теперь последние, скажем так, 15-17 лет, с тех пор, как Форекс уже развился, то развились и системы как бы вот этого мошенничества. То есть, например, даже те, которые не полностью держат ваши деньги, а как бы говорят вам, что они переводят, все равно они делают очень много триков, чтобы в конце концов вы проиграли, и деньги оказались у них. Значит, как может создаваться проигрыш? Люди не понимают, что каждая транзакция на Форексе, любой спред, который происходит, любое протягивание ордера, который происходит, оно очень быстро накапливается. Например, 1%. Скажем так, посчитайте для себя. Тот спред, который вам дают, умножьте его на тот левердж, который у вас происходит, скорее всего получится, например, 1% от всего капитала теряется при каждом ордере. Если вы делаете там 5 ордеров в день, это 5% в день. 20 дней вы потеряли весь капитал только на том, что трейдовали. Вот это победить очень сложно, скажем так, практически невозможно. Поэтому ритейл Форекс, он действительно очень-очень-очень опасный, особенно для новичков. Они даже не знают, почему у них происходят эти проигрыши. Плюс, когда происходит такая быстрая игра и такой большой левердж, люди обычно за одну, за две транзакции могут потерять все. Они вот зашли не в правильный овер, взяли его, да, и потом он очень-очень быстро ушел в ноль, потому что стоп-лосс там не сработал или вообще не поставили. И поэтому то, что мы видим, что зайдите в любую систему Форекса, сейчас это достаточно регулятивная система, и посмотрите, что люди в течение полугода, 90 с чем-то процентов, чуть ли не 9, теряют весь капитал. Поэтому действительно Форекс, который не организован профессионально, лучше туда не идти. Поэтому все, что вы слышали о плохом имени Форекс, это правильно. К сожалению, это правильно. Но Форекс, который профессиональный, что такое профессиональный Форекс? Это система, в которой нет спреда, его просто нет. Это междубанковская система, которая дается, и вот Эд может подтвердить, что когда мы выбираем брокера, мы первым делом выбираем брокера, у которого нет спреда. То есть он дает почти ноль. Там десятые, сотые доли того спреда, который получаете вы, как ритейл-брокер. Вот это настоящий профессиональный Форекс, потому что между банковской системой у них нет этого спреда. Извините, есть даже такое понятие, как негативный спред. Когда ты можешь выиграть один раз или два какой-то спред. Это первое. Второе. Спред – это разница между покупкой и продажей, которая предоставляется сейчас на рынке. Я хочу купить, например, по 100. За сколько мне дадут? Это будет у нас спред. А вторая система – это то, что действительно комиссионные, которые с вас берут. И сама главная система – алгоритмики. Потому что если вы берете хороший плечо и начинаете играть внутри дня, очень сложно не проиграть. Это должны быть очень систематические алгоритмы, которые этим занимаются. Можно проиграть за один день весь капитал. Поэтому тут очень много элементов, которые есть именно профессиональные, с помощью которых можно играть на Форексе. Опять же, Форекс – традиционный рынок. Очень много профессиональных игроков. Поэтому заходить в него без понимания, как на нем трейдовать и так далее – это просто неправильно. Это развлекалочка на уровне казино. Пожалуйста, если вы хотите действительно делать деньги, то надо идти на профессиональный рынок с алгоритмами. И тогда есть шанс что-то сделать. Ну и ладно, еще же ведь профессиональные брокеры – это огромные объемы. То есть ты там с действующими долларами… Да, там нельзя зайти, хотя есть у нас Interactive Brokers, который очень хороший брокер. Он действительно не делает никаких триков. Туда можно зайти с 10 тысяч долларами, со 100 тысяч долларов – вообще все хорошо уже. Но опять же, тогда нужно знать, что ты делаешь. У Interactive Brokers есть свои проблемы. Да, у него есть проблемы с системой, проблемы с API-ами, системой… То есть там свои есть проблемы. Можно на Interactive Brokers с 10 тысячами играть, да, но опять же, нужно иметь алгоритмы, которые помогут вам что-то сделать более логичное, чем просто вот использовать то плечо, которое вам дают. Опять же, плечо – это очень опасная вещь, если ты не знаешь, как с ней работать. А у нас какой брокер? У нас будет несколько брокеров. А мы, наверное, объявлять их не будем пока, Анна. У нас несколько. Да, у нас несколько брокеров. Да, дело в том, что с брокерами, опять же, к сожалению, это тот риск, который приходится брать всегда, потому что даже самые огромные брокеры в мире, они иногда переживают нехорошие времена, скажем так. Поэтому мы всегда за то, чтобы распределить по нескольким брокерам. Не дай бог, что-то произойдет с одним, придется переждать. И поэтому мы будем… А вот тот тестинг, который мы сейчас делаем, мы пока на одном брокере делаем или уже несколько пробоков? Сейчас на одном, но, опять же, готовим второго брокера с точки зрения… Чтобы зайти в хорошего, крепкого брокера, тяжелый KYC, тяжелые всякие разные элементы, там тоже не все так просто. Они тоже очень аккуратны со своей стороны. Поэтому мы сейчас вот работаем над дополнительными брокерами для обхода и так далее. Есть подключение к ним. Опять же, к сожалению, это не сегодня на завтра. Это берет время у нас. Но зато, когда мы все уже выстроим, действительно сможем работать интересно. Но это время уже подходит к концу. Мы уже, по идее, на следующей неделе должны какие-то трейды видеть. Ну, в смысле, колебания драфика? Нет, опять же, мы уже трейдовываем. У нас очень хорошие, кстати, результаты на первой нашей сумме. Поэтому, да, мы на следующей неделе уже увеличим сумму, начнем подключать все. В следующей неделе должны уже… И в бэк-офисе мы уже начнем видеть какой-то… Это я должна проверить с командой, насколько мы смогли с этим конкретным брокером вывести информацию на бэк-офис. Потому что, опять же, технически, чтобы просто объяснить, мы подключились к другому брокеру. У нас была полностью система готова, у нас были другие проблемы с ним, чисто не регуляторного, а технического характера. Мы взяли другого брокера, с ним у нас сейчас подключение, которое мы должны вот сказать, сработало уже или не сработало. Опять же, это только дело времени, что у нас происходит. В конце концов, оба брокера будут… мы будем показывать результаты с обоих брокера. Там осталась, Анна, там осталась буквально одна деталь техническая, которую они сейчас пробуют ее с двух сторон решить с твоей стороны командой и с другой командой. Так что, надеюсь, сейчас как откроется Forex, он открывается в понедельник вашим, это воскресенье у меня еще, и начнут решать, может, там день-два, может, решать. Ну, объявим. Ну да, я и говорю, что это такие технические чисто проблемы, которые как только решатся, значит, мы будем уже видеть, что происходит. Опять же, говоря русским языком, там трейд уже идет небольшой суммой, да, он идет спешно, с хорошим результатом, но результаты мы еще не видим, потому что технически не подключено к кабинету. Когда подключится, мы уже задним числом увидим, что там произошло, да? Да, но сейчас сумма маленькая. В заднем нет, но… Там очень маленькая сумма, там очень маленькая сумма, просто в сумме сейчас без разницы, потому что самое главное, что execution проходит правильно. Ну, грубо говоря, из наших 13 миллионов, которые мы набрали, да, сумма там не больше статичная, а то и меньше, да, у вас? Не, меньше, меньше. Сейчас намного меньше, потому что, опять же, тестируем, нет смысла тестировать на больших суммах. Когда уже побежим, значит, тогда уже будет… будем увеличивать эту сумму, действительно, до 100. Ну, а до 13 миллионов, то есть до всей котлеты, как у нас говорят, мы дойдем там в течение месяца после того, как мы начнем увеличивать… Будем очень надеяться, что да, это цель, это цель, это цель. То есть к началу февраля, может быть, у нас сумма уже будет торговаться? Да, будем очень стараться с нашей стороны, будем надеяться, что это произойдет. Ну, извиняюсь, что прервал, да, но важный вопрос просто. Да. Нет, мы понимаем, что сумма была собрана уже в ноябре, и все ждут, и опять же, самое главное – сделать все правильно, потому что если сделаем все правильно, и когда сделаем все правильно, то должны быть результаты. Да, я добавлю здесь одну часть. Нужно не забывать, что это мы не входим, мы… Это не программа. Дейзи – не программа, просто заходишь и трейдеришь. Почему у тебя не готова, чтобы сразу трейдерить? Дейзи – программа разработать новая. Мы разрабатываем, и задержки могут в разработке быть. Даже технически такого с повода, что с брокером может задержка быть. То есть это все в разработке, так что это нужно учитывать. Поэтому здесь equity есть. Поэтому здесь, я не знаю, на русском equity, как говорится, Алекс. Ну, акции, что ли, так сказать? Акции, да, акции компании. Да, поэтому здесь выдается акции, потому что… То есть есть программы, где я участвую, и самое большее, где я участвую, я просто покупаю акции без никаких трейдеров. То есть просто инвестирую в проекты, как кратсфандинг. Просто инвестирую, и три года вообще ничего не трогаю, а потом только они входят, начинают. То есть, а у нас здесь программы есть, что во время разработки. Поэтому нужно немножко… Ну, мы это потом поговорим, после Анны. Давайте я быстренько объясню уже примеры. Значит, что, например, у нас получилось сделать? Это последний год был очень сложный с точки зрения и алгоритмического, и вообще для всех на рынке. Почему? Потому что рынок был очень волатильный, да, но он не был… У него не было определенного тренда, у него не было определенного направления. И в этом году именно биткоин с прошлыми параметрами, которые у нас были, самая большая просадка одного из алгоритмов была уже 70%, что для нас, конечно, нестандартная просадка. С того момента, когда мы внесли нашу алгоритмику, которая предсказывает и ставит маркет-стейты, да, теперь маркет-стейты здесь были выполнены исключительно технологически, без фундаментального анализа. Но, опять же, та же самая алгоритмика, которую мы используем сейчас и на форексе, и на металлах, и на остальных ассетах, опять же, но только этот элемент технического уже мы увидели улучшение с 70% минуса на 80% плюса, да, когда он нашел, какой мы испытываем маркет-стейт, и подстроили мы уже алгоритмы под них. То есть это уже с маркет-стейтом, с новой, с новикой. Это уже с маркет-стейт, да, только не маркет-стейт, который связан с фундаментальным анализом, а маркет-стейт, который мы вот используем половину нашего как бы исследования, но это исследование уже помогает нам и в крипте тоже. Значит, это была, кстати, интересная информация. Есть такой Research Institute в Швейцарии, который вот как раз рассказывает тоже о маркет-стейтах именно экономических и связках их с финансовых. И вот там вот есть этот элемент, который тоже вот мы показали, что в крипте он существует внутри самой цены несколько раз в году. То есть если обычно это существует в обычных рынках, там раз в 8 лет, то в крипте это присутствует несколько лет за один год, несколько раз за один год. Поэтому это нам помогло вот сделать это определение. Значит, просто еще интересный факт, что так как в биткоине две трети его волюма держатся ритейл-клиентами, то есть некоторое вот это действительно объяснение, почему так происходит. Интересная информация об Итере, Итериуме. Так получилось, что последний тренд, который был в Итериуме, в принципе поставил Итериум на новый формат. Его поставил на формат традиционных рынков в некотором смысле. Вот кусочек тренда, который произошел в октябре-ноябре, он шел по совершенно другим паттернам, чем всегда шел. И когда система это определила, что теперь начался новый маркет-стейт, такого маркет-стейта никогда не было на рынке крипты. Теперь, так как появился новый маркет-стейт, то были проверены алгоритмы, им был добавлен элемент того, что могут быть теперь новые маркет-стейты, и уже этот тренд был взят новым алгоритмом. Теперь в Форексе, что интересно, что мы, вот это результат наших алгоритмов с 2001 года, здесь такой тайпу, ошибочка, это алгоритм с 2001 года. То есть 20 лет? 20 лет, да. И в принципе, если так посмотрите, выглядит шикарно. То есть прямая линия идет наверх. По-настоящему, если бы вы были внутри этого трейдинга, то это выглядело бы для вас точно так же, как крипта, потому что здесь есть там вот здесь год, от раза к разу есть какой-то год. Алексей, это без левериджа. Форекс вообще торгуется с левериджем. То есть это то, что ты видишь, это левериджный форекс. Да, это без левериджа, это без компаунда, это чисто 100%, которые были сделаны на Форексе. Теперь включаем леверидж, включаем компаунд, линия будет выглядеть намного интереснее. Тут появляются... Ну, опять же, это так реально трейдовали вы эндотекам? Или это данные просто взятые за эти 20 лет? Это данные взятые, но это те же алгоритмы, которые эндотек используют с 2008 года. Это наши же алгоритмы, опять же. Значит, но что интересно здесь, что вот этот алгоритм, у которого шарп рейш, я не знаю, насколько здесь знакомы с этой информацией, шарп рейш, он, в принципе, говорит, насколько вот есть вот эта проблематика того, что есть годы, есть месяцы, есть просадки, да? Мы были способны... Острота, зубья вот эти, да, пила? Да, вот эти зубья, вот эта негладкость по отношению к прямой линии. И мы смогли это улучшить до 2.4. То есть для нас вот это продвижение, оно очень важно, потому что это была цель. Мы хотим поднять шарп рейш до 5. И каждый вот такой шаг для нас, это очень важный шаг. Поэтому то, что вот мы взяли Market State, и вот, блин, поймите, мы сейчас с точки зрения проекта, мы в самом начале вот этого улучшения. Почему? Потому что мы прошли сложный этап создания системы, подготовки. И теперь вот мы начинаем исследовать именно и разрабатывать детальные алгоритмы о том, как улучшать. То есть мы сделали всю тяжелую часть за этот год, да? Сейчас начинается именно выработка результатов. Сейчас будет результат, за результатом должен пойти. Потому что был этап подготовки, разработки, проверки, что эта идея работает. То есть некоторый такой proof of concept для себя был сделан, да? Что вещи работают. И мы продолжаем. Вот сейчас начинается как раз самый такой, как мы говорим на этом, на идыше, цимес. Да, самое сладкое начинается. Значит, и вот еще один... Анна, на микрофон нажала. Надо опять отжать. Не слышим тебя. А, ты себя не взял. Извините, извините, да. Значит, вот, например, 15-минутный форекс, да, который для нас является, как бы, такой любимый форекс. Потому что если вот на 13 миллионах мы будем способны предложить вот такое решение, это, конечно, та цель, к которой мы идем, но мы смогли это сделать именно благодаря вот этим маркет-стейтам. Потому что что получается? Что каждый раз, когда есть разные маркет-стейты, да, то есть и разные результаты. То есть вот если мы посмотрим на форекс, в это время, я не знаю, зачем наш дизайнер сравнил это с биткоином. Тем более года, наверное, неправильно. Здесь же опять 20 лет график форекса, да? Не-не, это как раз последний год. Это как раз у нас последний год. И вот видите... А график биткоина не за год. График биткоина здесь за три года. Да-да-да, поэтому игнорируйте, пожалуйста, это уже была такая последняя минута вставка. Проигнорируйте, пожалуйста, голубой график. Значит, это наш результат за один год как раз форекса 15-минутного. И с нашей точки зрения, это наша цель. Так это 600% прибыли. 600% прибыли, да. Опять же, 15-минутный форекс будет зависеть от уровня слиппиджей комиссионных. Мы сможем его подкорректировать, когда уже выйдем на 13 миллионов, да, насколько там действительно влияет. На данный момент те брокеры, с которыми работают, показывают свои, как бы такой ордер-бук и так далее, что вроде как не должно повлиять. Но опять же, увидим, когда уже будем там стоять внутри рынка, внутри этих брокеров и будем видеть, как это работает. А здесь уже с маркет-стейтом, да, с последней разработкой. Здесь уже с маркет-стейтом, да. Это уже с маркет-стейтом разработка. Опять же, несмотря на то, что все так выглядит очень розово, нужно еще работать, потому что 15-минутки запускания их, обрабатку ордеров, проблематика, как какой брокер, какие у него внутренние системы защиты и так далее. То есть, там будет очень много элементов, которые нам придется проверить и разработать. Поэтому, несмотря на то, что все выглядит очень-очень розово на данный момент, это все-таки еще работа, которая предстоит для нас. То есть, скажем так, это пока выглядит теоретически. Да, это наша теоретическая выкладка на то, как мы должны, даже не то, что теоретически, это наш план, скажем так. Это наш план, что мы должны, куда мы должны прийти за следующие месяцы. Как мы должны эту систему. И мы будем видеть, насколько мы отстаем от нашего плана и что нам нужно для него сделать. Вот, значит, что дальше? Как мы сказали, увеличиваем количество фандов на Форексе, чтобы тестировать уже не… Фанды – это средства, да? Средства, да, извините. Да, фанды – это средства. Увеличиваем средства. Теперь, сам Market State у нас сейчас идет на уровне одного-двух месяцев. Нам нужно это сократить до недель. То есть, что это значит? Что сейчас у нас, может быть, Market State изменился, а мы это увидим только через месяц, через два, да? То есть, задержка у нас относительно еще длинная. Хотим это укоротить, эту задержку, да, и чтобы мы могли дальше улучшить систему. Commodities у нас сейчас уже на подходе. Значит, это тоже важный рынок для нас, потому что, например, все понимают, что там золото, что купер, что это очень активные, интересные рынки, которые позволяют свои возможности. Мы о них поговорим потом, но, опять же, очень интересные рынки. И самое главное в этом году – это вот это моделирование. То есть, взять то, что у нас есть, и улучшить до той точки, которую мы себе поставили в начале проекта. Чтобы было меньше пилы, чтобы была более ровная линия, да? Да, 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 да. Улучшение этой пилы, опять же, выход на новый Sharp Ratio. И это была цель проекта, и мы продолжаем над ней работать. Ну, вот Forex, который мы запускаем, он уже запускается с новыми разработками. А в крипте вы сейчас только начнете внедрять, убрать, убирать самые неэффективные техники, да, модели и вставлять новые, да? Секундочку, стоп, шер. Да, опять же, все, надо понять, что подобные проекты, подобные деньги, мы как бы не прыгаем первым делом, а потом смотрим, что получилось, ошиблись, не ошиблись. Потому что ошибиться всегда очень легко. Мы, опять же, просим от всех терпения, что это берет время, потому что это команды, это люди, которые внедряют, нужны все процессы и так далее, чтобы что-то не упустить. Могу рассказать обратный подход, когда делают по-другому и вдруг обнаруживают, за один час потеряли там 2 миллиона на неправильном трейде, потому что не было какой-то системы защиты построена, не было проверено какой-то элемент и так далее. Это очень непростой рынок с очень большими возможностями для выигрыша и для проигрыша. Поэтому, опять же, пожалуйста, доверяйте нам, что если мы делаем что-то медленно, это потому что нельзя быстрее это внедрять. И, опять же, цель – это чтобы в конце концов у нас была проверенная система, которая хорошо работает, и тогда уже мы будем выведем ее с уровня тестинга на уровень настоящего трейдинга. Ну, в принципе, все, с моей стороны. Анна, есть горячий вопрос от, наверное, большинства, который именно к тебе, наверное, скорее больше адресован по поводу этого нашего любимого Эрнста Янга и прозрачности торгов. Мы знаем, что трейды показывать так, как Эндотек показывают на сайте, мы здесь в Дейзи не будем, потому что просто конкурентов кормить этими данными не хочется. Но, может быть, ты что-то подробнее скажешь по поводу прозрачности. Может быть, можно там раз в месяц, например, выходить в эфир к какому-то сотруднику Эндотека и говорить, что было, скажем, за этот прошедший месяц на рынке, как наши алгоритмы там работают, ну, чтобы сообщество больше почувствовало… Да, давайте так сделаем. Я за подобную… Давайте сделаем… Эд, помоги нам… Да, поговорим, да. Да, давайте сделаем, чтобы действительно раз в месяц мы… Даже можно просто возобновить News Hub с моей стороны, и я буду выходить, записывать некоторые видео, которые будут рассказывать о том, как прошел месяц, показывать немножко из бэк-офиса результаты и так далее. И объяснять, почему, что произошло. Давайте сделаем… Восстановим традицию и будем рассказывать о рынке. Может быть, Анна, может быть, если ты будешь записывать, видишь, можно делать не записывать, а просто звонки иногда, чтобы именно было эксклюзивно только для всей Daisy комьюнити, и показывать фанты, и показывать некоторыми частями какие-то… Хорошо, давайте сделаем так. Я абсолютно… То есть, что это для всех, а мы должны делать только… Да, это опять же создает утреннюю дисциплину для команды, и я очень за. Ну, вот наша сегодняшняя беседа, она очень полезна, она более развернута, чем была на общем звонке, потому что, ну, по ходу, можно было что-то спрашивать, уточнять, это классно, и оно как-то больше чувствуется, профессионализм, и что, и почему, потому что, когда каждый день идет у нас минус-минус, да, последние два месяца, все же начинают унывать и думают, ну, кто там вообще сидит, что там вообще происходит, и нет обратной связи, а вот такие встречи, они, конечно, открывают глаза и становится понятно, что и как. Да, опять же, поймите, что когда идет проигрыш, и тут самое главное не начать именно внутри паниковать и делать какие-то телодвижения, потому что обычно телодвижение приносит больше вреда, чем пользы. То есть, должны быть, да. Это очень нервно, это очень правильно. Это как раз дисциплина, о которой ты говорил. Да, дисциплина, что несмотря на то, что это очень болезненно, любое телодвижение обычно приносит больше вреда, поэтому мы в таких ситуациях, ну, надо просто пережить вот этот период. Вот, и опять же, это не значит, что пережить ничего не делая. То есть, мы в этот момент как раз обычно очень мобилизуемся и проверяем, что на подобных рынках, на подобных маркет-стейтах должно было работать. И опять же, самое главное у нас мантра, это сделать так, что в следующий раз, когда такое начинает происходить, подобный маркет-стейт, чтобы мы были уже готовы. Вот, на этот маркет-стейт как бы уже ничего нельзя поделать, обычно не успеваешь, нельзя успеть сделать. Но это подхлёстывает нас, исправить ситуацию на следующий раз, когда это произойдет. Ну, и получается, что вот такой сложный год, наверное, сложно отрицать, что он был сложный, но не было явно выраженного тренда, он фактически для разработок нашего искусственного интеллекта, он в плюс сыграл, то есть, больше мобилизовались. Да, 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 абсолютно, то есть, он был полезен для нас. То есть, как только рынок будет более предсказуемый, мы лучше прибыль с него снимем, да, получать. Нет, я просто думаю, что со следующего, уже со следующих подобных поведений, да, у нас уже будет, опять же, легче. У нас уже будет меньше, у нас будет лучше наши алгоритмы, отточенные для рынка. То есть, на простом рынке, вы видели, у нас очень хорошие результаты. Опять же, это не то, что у нас алгоритмы не сработали, кстати, в этом году, большинство алгоритмов сработало. Просто у нас есть алгоритмы, которые очень подпортили. И теперь, чтобы их нейтрализовать, нам нужны вот эти маркет-стейты, нам нужны другие алгоритмы, и тогда это все исправится. Ну, Анна, ты говоришь на легком рынке. Почему? Вот 2018-2019, это сложный же был рынок, все падало, а у Endotec показатели хорошие были. Нет, когда все падает, это тоже легкий рынок, это простой маркет-стейт. Есть простые маркет-стейты, на которых у нас уже отточено. То есть, все падает или все поднимается, это легко. То, что тяжело, это как то, что произошло в этом году, например. Когда поднималось, но поднималось очень нетипично, например, то, что произошло с Итером, что оно поднималось медленно и все время делало прыжки вниз. Вот это поднятие с постоянными прыжками вниз, это точно так же, что происходит на индексах акций, это происходит на любом рынке, который традиционный. То есть, у нас появились вдруг новые маркет-стейты в нашем рынке. Вот что было сложно. Не то, что рынок уже в некотором смысле созрел. И переключение на эти маркет-стейты, их определение, это то, что вот в этом году нас остановило от лучших результатов. Интересно, что это произошло на эфире у меня, не на биткоине при этом. Да, биткоин, да, он стал более взрослым еще раньше. Вот, и поэтому сейчас вот мы выходим, достаточно с большими изменениями для биткоина. Мы там выходим. Вот, кстати, вчера, позавчера биткоин дал вниз, а у нас ничего. У нас в ДСС сохранился капитал, даже чуть вырос. Уже хорошо. Да, у нас вырос, потому что мы выше, да, мы уже зашли. Надо будет в этом году открыть возможность на симметричный трейдинг. Это то, что мы сейчас делаем. То есть нет, не будет перекоса на булиш, как в этом году у нас был. Да. Эдуард, и вот вопрос еще, ты сам реши, это Канни, или мы уже сами обсудим по поводу того, что в 22-м году мы ожидаем, что краудфандинг будет заканчиваться, да, соответственно, там более... Это мы сами решим, да, это мы уже сами решим. Мы, Анну, отпустим, наверное. Анна, спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. Да, очень было приятно и полезно такое общение. Так что спасибо огромное, Анна. Спасибо. 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 Спасибо.